Здравствуйте, я Владимир Якуба, я сейчас нахожусь возле завода Ной в городе Ереван, через дорогу завода Рарат. Очень приятное место. И сегодня я хотел бы поговорить здесь о вопросе нематериальной мотивации и о том, каким образом простые действия, например, переименование должностей с четырьмя кейсами приводит к положительным результатам. Итак, четыре примера. Первое. Компания Apple, в которой Стив Джобс в свое время переименовал консультантов и назвал их по-другому, назвал их гении. Второе. Компания Walt Disney, в которой сам Walt Disney испытывал трудности с набором персонала в прачечную. Ну, конечно же, никто не хотел в прачечной работать, там, где много пыли, грязи, шума. И он создал вместо прачечной другое название, назвал текстильная служба. Что уж говорит третий пример. Компания Евросеть. Там называется человек, который занимает должность начальника отдела по работе с персоналом, начальника отдела по работе с людьми. Секретарь называется хозяйка офиса. Кстати, уж четвертый пример. В Ашане кассир называется хозяйкой кассы. Видите, как много примеров и какие они, ну, скажем так, довольно простые для восприятия, но очень полезные и интересные люди. Есть один такой интересный пример из города Пермь, в котором не могли долго закрыть вакансию. Вакансия называлась специалист, слушайтесь, специалист по выемке древесины из воды. А предприятие занималось деревообработкой и сплавляло по реке Кама брус, деревья без сучков и таким образом вылавливало их где-либо там, где находилось предприятие. Еще раз, человек занимался очень тяжелым трудом, доставал своими руками из воды все эти деревья, сосны, которые были намочены водой, очень тяжело становились. И текучесть была огромная. С вакансией очень сложно было справиться, потому что каждые две недели, каждый месяц люди постоянно увольнялись. И они сделали просто. При размещении вакансии назвали эту должность не специалист по выемке древесины из воды, а требуется бывалый мужик для работы с лесом. И таким образом, как они сами рассказывают на этом предприятии, стали приходить такие бывалые мужики с наколками, здесь Сталин, здесь Ленин, и вакансии стали закрываться. Люди стали держать цех, и бывалые мужики с удовольствием стали работать с лесом. Почему? Принцип-то очень простой. Всем нам очень хочется рассказывать своим одноклассникам, друзьям, знакомым, девушкам, женам, родителям, чем мы занимаемся. Ну, ты где работаешь? Я в прачечной. Или ты где работаешь? Я кассир. Ты чем занимаешься? Да я вот древесину из воды вынимаю. Или же по-другому. Ты чем занимаешься? Ты где работаешь? Я хозяйка кассы. А ты кто? Я сотрудник текстильной службы. А ты? Я с лесом работаю. Понимаете, в чем разница? Как корабль назовешь, так он и поплывет. То же самое и здесь. Называйте должности правильно. И если не совсем престижная работа в вашей компании, пусть даже сама компания, переименуйте. И, возможно, именно этот пример поможет сотрудникам вашей компании выпрямлять осанку и быть более гордым за ту функцию, которую они выполняют. Я Владимир Якуба. Если это видео вам понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на этот канал. Спасибо и до встречи. Увидимся.